Я думаю, что можно начать с того, что я в Крыму был, наверное, везде. То есть я Крым люблю. И им вообще повезло. То есть, знаете, как говорят, нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Вот это нужное время волею судьбы было создано, и они оказались в нужном месте. Для народа, в принципе, ничего не изменилось. То есть мы же, как Россия говорит, Крым забрали. Никто не забирал, он как был полуостровом в Черном море, так он и остался. Просто сменился некий статус, флаг сменился, условно говоря. Какие изменения будут для людей, как говорится, время покажет. Но в любом случае, так как Россия достаточно крупное государство, и это очень заметное было действие во всем мире, сейчас мало кто так делает. Мягко говоря, вообще никто. И просто я понимаю, понимаете, как бы другие на нас как смотрят. Ну, оборзели, скажут. Вообще оборзеют. Огромную территорию забрали. Для нас это там может быть 1% всего в рамках России. А, допустим, для какой-нибудь Бельгии, понимаете? Еще такую же территорию Бельгии, может быть, даже еще и больше. Да, там, или для Дании. Это же огромное, по сути дела, государство. Целое, отдельное. Крым, можно как сказать, в рамках Европы. И это, естественно, бесит. Я думаю, некоторых лидеров других держав раздражает и заставляет уважать. Вот. Может быть, будут козни, которые, в принципе, мы уже видим. Вот. Но со временем, со временем, естественно, это будет плюс. Потому что, в принципе, Крым-то не забрали. Его вернули на историческую родину. Он и был там. Ну, что, как бы это известно. Езжайте памятники посмотреть, там все русские. Или попробуйте там поговорить на украинском языке. Понимаете, это всегда. Язык — это основной носитель культуры. У нас в языке там столько всего. Приезжайте во Францию, начните говорить на английском языке. С вами вообще перестанут разговаривать. Даже официанты не хотят подавать вам шампанское или что там еще, если вы там начинаете разговаривать на английском языке. Они делают вид, что не понимают. То есть, всем хочется, чтобы говорили на их родном языке. И представьте, что сейчас вас, допустим, начнут заставлять думать и говорить на каком-то другом языке. Ведь это, по сути дела, корни забирает. Конечно, людям не понравилось. Было много моментов. Но жизнь расставляет все на свои места. Крым на своем месте. С этим их я поздравляю.